привет друзья с вами джексон и мы возвращаемся с вами на просторы выживания в игре под названием and zone как вы помните в прошлой серии мы начали с вами отстраивать наше убежище наше жилище наш город который будет нашим оплотом нашим естественным местом выживания чутку херню несу ну короче вы поняли мы построили поле у нас рыбачат рыболовы рыбаки главное чтобы они там не бухали хотя бы хотим по моему ничего пивнухи у нас же нет еще узнали что на поле кроме там картошки и морковочки и прочего можно выращивать коноплю чем мы потом чуть чуть попозже и займемся только никому не говорите здесь у нас перерабатывают мусор собирают мусор перерабатывают мусор все отлично так у нас осталось 6 бездомных человек 6 бездомных человек я как понимаю они практически все они практически все взрослые да у нас трое детей двое здесь двое здесь как помните в домах у нас могут жить только семьи соответственно там может жить только два взрослых и три ребенка соответственно нам нужно либо строить еще дома либо 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 строить палатку которая требует 12 пластика который у нас кстати уже есть нам осталось только собрать на нее ткань ткани здесь 10 штук нужно давайте мы переключим вот этого чувачка потому что это почему-то еще они не строят они еще не всю древесину притащили ну ладно пускай таскают пускай таскают нехай общаются между собой и так далее давайте пока посмотрим что мы можем сделать еще что можем сделать еще мы не см не осмотрели несколько вкладок в частности вкладка общественная это у нас костер костер места где поселенцы встречаются чтобы поднять настроение а то есть вот настроение можно поднимать пивнуха больница больница кстати нам нужна будет вдруг и здесь будет как срыва виндафтом из какая нибудь эпидемия мало ли это было страшно школа чтобы учить детей в школе дети определенного возраста могут получать образование стать образованными взрослыми пока не понимаю как это повлияет на геймплей возможно потом у каждого из поселенцев будут какие-то свои скиллы а так они и сейчас есть или нет а это типа хотелки поселенца и здесь вот мы видим плюс 3 совокупность всех положительных эффектов влияющих на настроение есть еда есть вода есть кровь над головой отлично и это скорее всего каким-то образом влияет на их производительность тут какие-то достижения инструменты одежда а образованные поселенцы работают куда более эффективно вот все понятно зачем тогда школа отлично это нам нужно будет сделать естественно есть кладбище естественно есть метеостанция зачем не понимаю возможно предсказывать какие-то в будущем ураганы и прочее но пока нам нужно построить костюм ни хера себе костер я думал это будет ну ну костер а это в это костер капец но это прям этот такой местный деловой центр прям будет таки давайте поставим его вот здесь тогда так здесь у меня дороги что-то опять еда кончилась опять давайте вот здесь это сделаем отлично а тут смотрите лавочки будут всякая всякая развлекуха интересного слушайте прикольно это будет классная наше центральное место рыболовы какого черта у нас мало еды скажите мне пожалуйста вы необразованные дебилы поэтому вы плохо ловите рыбу вас никто не учил в детстве рыбу ловить ну что а ну да я же не рассказал здесь во время входа в игру самом начале есть вступительный ролик он английском языке без субтитров я переводить не стал мне стало как то лень там в общем смысл был такой что типа человечество выжило но их предки уничтожили землю на хрен превратили ее в ядерный ад ну соответственно там скорее все третья мировая и так далее эти люди которые вышли сейчас на поверхность земли провели под землей больше ста лет что не больше ста лет как они рассказывали не видели солнечного света и так далее но они подготовились к выходу научились там строительству все спланировали и так далее и вот они здесь поэтому собственно говоря не удивительно что они не умеют рыбачить это ничего удивительного так ладно костер нам здесь построят логистику мы смотрели здесь склад рынок дорога в электричестве у нас есть солнечная батарея есть видимо батарейка который будет накапливать энергию в себе типа склада электроэнергии и задачи а что такое задачи а так вот кстати вот она да то есть у нас сейчас вот смотрите лом здесь закончится и мы можем переместить вот эту область в куда-то в другое место чтобы они собирали это где-то в другом месте о смотрите а здесь знак вопроса а я не видел развалины склада отметка об утилизации интересное место надо отправить туда разведчика чтобы все осмотреть а то есть тут такие вот активности тоже есть да окей давайте давайте отправим может быть или чем не пока у них пока у них еще разбирать а а пока у них еще разбирать нам нужен еще один еще один сортировщик еще один сортировщик давайте уберем старьевщик и добавим сортировщика лома у нас пока достаточно а вот перерабатывать этот лом некому один водонос вполне нормально справляется один водонос плюс один чувак работающий на колодце они нормально справляются с водой у нас на постоянку держится 1000 единиц воды что очень круто но у нас довольно плохо с едой довольно плохо с едой а так блин тут надо же отдельно собирать урожай все понятно нет поле не выход поле не выход надо строить еще что-то надо строить еще что-то у нас есть плантация на этот на это здание влияет орошение почвы на это тоже но здесь влажность высокая здесь рядом вода хижина собирателя хижина охотника приносит пищу из леса а вон здесь кусты у нас обозначены с ягодками а окей ладно это хорошо давайте поставим ее рядом с хижиной лесника но это как вроде два смежных здания еды здесь еды здесь вот так до поставим давайте вот здесь чик прекрасно сразу сразу за дорогу 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 сюда и вот так нормально кто тут стучит а тут древесину рубят окей а нет они древесину рубят это вот эта женщина в парке вагазе да вот эта женщина в парке вагазе при мне элизабет строить нам костер строить нам костер это круто это очень круто отлично у нас есть костер теперь у нас есть где развлекаться поселенцем отлично надо будет конечно пивнуху построить это по любому но пока что есть то есть так с едой нужно решить вопросы с едой все таки потому что она что-то очень быстро заканчивается надо посмотреть тут же наверное есть какая-то 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 не знаю какой-то показатель а вот время роста вот время роста 2 и 9 г это что 2 и 9 года вы чё с ума сходите конопля растет полторашку все засаживаемся коноплю и к чертям максимальный урожай 630 пищи 504 пищи картоха смотрите да я видимо правильно выбрал самое большое количество пищи дает насколько я понимаю да тыква еще дает много но мы берем картоху да вон ходит с корзиночкой собирает картоху ну кто что картошку собирают ты чё ее перес это я наверное мало взял дал времени на на собирание поэтому наверное мало ну ладно с полем сейчас собирают урожай плюс эти плюс рыбаки в итоге наверное будет достаточно а кстати у нас вот здесь вокруг колодца должна быть дорога сто процентов должна быть дорога и вот здесь хочу дорогу и дерево они вот это наверно срубят щас да да вон тут вроде топор появился что ли дерево они это срубят может быть они медленно рыбу тускают потому что долго идти ну всяко же бывает окей так давайте ускорим что мы опять все это делаем очень медленно очень медленно а интересно мне здесь есть на что-то наподобие вот исследований как это было срыва винда фрмс там мы могли изучать новые строения за такой ресурс как наука который надо было находить вообще на общей карте но насколько я понимаю здесь этого нет здесь этого нет точки на карте вернуть камеру исходное положение главное меню это понятно это настройки что у нас здесь цели у нас нет целей мы бесцельно существуем на этой земле и пофиг мы у нас цель построить пивнуху так дневник игры не забудьте сохраниться до полезный кстати полезный совет руководство по выживанию а я думал все зависло я думал все зависло давайте посмотрим может здесь нам что-то подскажут так строительство профессии деторождение голод жажда погода уровень настроения инструменты а экспедиции вот смотрите есть экспедиции некоторых разваленных до сих пор можно обнаружить такие ценные ресурсы как пластик металл и прочее кроме того вы сможете найти новые семена для полей плантаций а ну все все собственно понятно да давайте мы отправим разведчика вот сюда давай отметка об утилизации это место больше не будет одни от стоп хорошо окей-окей-окей-окей-окей-окей а как нам экспедицию сюда отправить как нам отправить сюда экспедицию а вот как посмотреть заражение почвы ты и пары с это заражение почвы ой тут смотрите уменьшается опресненность почвы видимо потому что здесь нас поле стоит здесь у нас стоит поле и поэтому херово становится да она сухая влажная мокрая да вот если посмотреть урожай почвенная радиация нет вложить почвы сухая нам нужен здесь ороситель типа рядом с полем это скорее всего будет влиять на скорость этого но здесь нужен пластик здесь нужен пластик хоккей пластика у нас пока не так много пластика пока у нас не так много этот собирает ткань этот собирает тоже ткань все ты ты один собирай пластик все мы кстати можем построить палатку ура у нас больше не будет бездомных у нас больше не будет бездомных людей здесь поле тут не будем строить давайте построим это вот здесь но это такое ощущение что мы сейчас построим палатки это какое-то такое знаете своеобразное гетто типа тут живут нормальные люди в домах а тут в палатках всякая челить что теперь поделаешь если в домах здесь по геймплею могут жить только семьи придется выкручиваться окей так пущая не пущая не строят вот это ресурсов тут надо дофигища ресурсов на фигища картофан сажают прекрасно вода вода кстати начала кончаться вода начала кончаться вода строительство давайте мы уберем строителей отставим одного а кстати собирателя надо добавить мы же построили хижину для собирателей пускай собирает ягодки там не знаю еще чего-нибудь всяких хламину собирать бы вот что это грудолома 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 а он с чего собирает ягоды же наверно с кустов собирает или еще что-то но и ладно так у нас добавился еще один взрослый давайте его строителям строителям пусть будет все-таки строители когда двое строителей они строят намного быстрее что у нас вода и опять вода опять у нас водный кризис колодезный человек ты где ты почему не крутишь педали что за нелюдь вот тут кстати чего не хватает надо быть я наверное потом репортик кину не хватает индикации производства как это помните было в этом в за юниверсом там на каждый ресурс был прирост был обозначен прирост сколько он сколько ресурса тратится и сколько его собирается так можно было контролировать ну даже бы сейчас можно было контролировать количество рабочих которые занимаются той или иной деятельностью это было бы конечно довольно удобно это было бы довольно удобно хоп еще один ребенок прибавился прекрасно у нас сейчас кстати здесь вот есть индикаторы роста детей до зеленые заполнятся и они станут взрослыми это хорошо это хорошо это классно наверное отсюда то скорее всего будут оттаскают водоносы да вот почему воды то мало здесь вода накапливается собирается в здесь 470 или чё это а это общий наверное да вот здесь 240 единиц воды они не здесь их сюда то не принесли потому что носить то некому было все понятно да значит я правильно назначил еще одно еще одного водоноса значит я правильно подумал что нужно назначить еще одного водоноса вот так вот все тогда мы построили гетто здесь у нас живут люди без семей а есть количеством домов вот я понял сейчас количеством домов мы можем влиять на скорость прироста детей на скорость прироста вообще количество поселенцев то есть живут здесь люди без семьи нужно нам поднять рождаемость поднять количество наших поселенцев мы строим еще дополнительные дома туда заселяются семьи начинают рожать детей все понятно все интересно мне очень мне очень нравится смотрите у нас растет средний уровень настроения поселенца плохое настроение замедляет рост ну да все понятно в плохом настроении делать детей не очень насколько я понимаю так погода времени суток день нет дождя окей это я чет в прошлый раз не посмотрел окей давайте посмотрим что мы еще можем сделать что мы еще можем сделать из электричества пока я думаю электричество нам не нужно я немного не понимаю зачем нам нужно электричество а мы же здесь можем улучшать здание точно улучшить до небольшого дома с баком у каждого будет своя вода но а для чего оснащен отдельным баком для воды то есть они еще сюда отдельно будут воду таскать как дополнительное чисто хранилище для воды но не понятненько ладно палатки мы ни до чего не можем улучшить костер мы тоже улучшить не можем а вот автобус мы улучшить кстати можем давайте улучшим и посмотрим чем он станет после улучшения мне вот просто интересно достроить вот это ресурсы здесь есть а чё не хватает а не понял а стопа куда мне строители делись все я убрал всех строителей что ли ничего себе так убираем одного лесника делаем одного строителя все ладно окей а я его водоносы закинул еще одного все я помню да так сейчас появится скоро времени еще один поселенец ну в смысле взрослый и там уже будем распределять вот чем фишка то еще смотрите здесь бесцельно строить здание просто для того чтобы их построить тоже не получится потому как просто не будет хватать рабочих рук ну в принципе кстати логично да в принципе очень логично да давай строй давайте посмотрим что такое что такое опять а воды не хватает опять водоносы опять не работают так давай строй а мы ты у нас один строитель да а вот кстати у нас два свободных поселенца ёпперс это ёпперс это так еще один водонос плюсом и и так с водой ладно с водой посмотрим как это у нас будет старьёвщик количество лома у нас вроде пока не уменьшается лесник лесник древесина 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 вроде тоже тоже вроде есть ладно пусть будет тоже водоносом пусть нас собирают воды пока побольше вот смотрите у нас появились сушилки для белья у нас появились куски лома здесь появился стульчик со столиком самопальный и маленький каст костерочек что это нам дало я не знаю я не знаю чуть нам дало вроде особо ничего непонятно просто стало прикольнее выглядеть ну ладно окей почему нет с водой сейчас мы решим проблему я водоносов назначил побольше и нам пора начать заморачиваться по поводу по поводу медикаментов по поводу инструментов которые могут закончиться инструменты крайне важны для продуктивного труда а у нас один дети появился еще плюсом и он автоматом стал бездомным вот эти родили еще одного получилось в них двое с ними живут и он оказался родился и оказался бездомным а почему вроде трое детей могут в доме в доме-то жить вай-вай-вай-вай-вай что это дополнительное задание древесина соберите ресурсы в области чё а то есть тут задания будут появляться в какой области собрать древесину не понял а кстати еще один бездомный появился окей ладно цель есть вижу цель не вижу препятствий убираем 1 водоноса добавляем в лесники убираем 1 рыбака добавляем в лесники посмотрим что нам дадут за это задание но мало ли тут учет полезное тут на время да на время типа 20 23 типа игровых часа 24 за сутки надо собрать 242 единицы чтобы было в запасе награда за это 50 травки и 50 лома 50 травки это хорошо я думаю им понравится да я не договорил сейчас нам надо бы заняться производством 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 а хижина травника допустим позволяет собирать в лесу травы которые используются для укрепления здоровья поселенцев то есть вдруг какая болезнь у нас есть травки дальше магазин портного нам нужно будет построить он шьет одежду которая защищает поселенцев от радиации одежда у нас одежда у нас еще есть но она кончается она кончается поэтому это бы нам пригодилось дальше мастерская мастерская делает инструменты кстати вот чё я только что вспомнил нам нужен еще один пункт переработки еще один пункт переработки и нужен он нам нужен он нам для того чтобы искать металл у нас нет металла абсолютно мы ищем пластик ищем ткань но при этом не ищем металл вот давай ты ищи металл и нужен будет еще один пункт переработки чтобы искать электронику чтобы искать электронику дальше у нас есть угольная печь которая превращает древесину в уголь я не понимаю пока для чего уголь нужен он видимо понадобится нам на следующих стадиях развития каких-либо зданий наверное их наверное можно будет улучшать хотя здесь он я улучшай зира не вижу а вот и смотрите поселенцы без инструментов вот вот нам собственно и понадобились инструменты а нам нужен металл ткань пластик у нас есть давайте пусть они пущая не в 2 хоре ищут металл в 2 хоре металл это будет более полезно чё у нас здесь едой 219 220 до картоха растет окей картоха растет и кстати пока картоха растет же можно наверное фермеров убрать да пусть будет один фермер пусть будет дополнительно сортировщик в час понадобится и плюс один рыбак все-таки на еду на еду да на еду чё у нас по древесине задание по ходу выполнено да нет древесина в запасах 165 все равно а где в какой-то какой-то конкретной области что ли или чего я чё-то не понял рубить и сажать а то есть не могут просто рубить могут рубить и сажать это прикольно а ну вот перенести рабочую область здесь тоже есть на в какой-то определенной зоне что ли надо собирать древесину или чой убывает коли нет все правильно нам нужно просто собрать большее количество древесины давайте у вас режим просто рубить сажать пока не надо сажать пока не надо древесину они вот сюда вот потратили древесину не потратили вот сюда но кажись мы не выполним это задание но давайте пока и не будем обращать на него особого внимания тогда потому как ну и пофиг но не успеем и не успеем чё теперь первое задание первый блин как всегда копом конечно так у нас еще один поселенец нет не прибавился и я его уже куда-то пустил на что-то надеюсь не на мясо так бездомные бездомные хочу делать с бездомными о смотрите один бездомный куда а так это не бездомные это поселенец без защиты это поселенец без защиты откуда-то взялись инструменты да нам нужен портной вот еще один ребенок появился и у нас да у нас заканчивается одежда которую нужно производить да нам срочно нужен магазин портного давайте это у нас будет такая улочка с магазинами ну это же почему-то называется магазин портного поэтому не знаю ну давайте пусть он будет вот здесь на берегу пусть об этом здесь на берегу красиво все дела вид виду там и так далее а стоп пока кстати пока стройку надо наверное отменить потому что нам же куча древесины нужно вроде как да и хрен с ним с этим заданием в пью так этот собирает электронику пусть эти втроем собирают металл вот они уже чуть-чуть металла собрали сейчас они соберут еще чуть-чуть куда металл ушел только что было 8 стала 6 они от снова 8 ладно его просто видимо переносят тут кабаны у меня за людьми не гоняются не гоняются в окей ладно так хижина травника хижина травника тоже нужно травочки травы травушки муравушки и она тоже в лесу до должна типа находиться а ну даст оттуда собирают еду собиратели собственно туда собирают травы и вот эти чуваки травники которые будут тут рядом куча мусора наверно там травы говно а вот здесь наверное будут хорошие давайте поставим вот здесь вот здесь рядом с собирателями рядом с собирателями да вот так вот прям напротив пищей будет все погнали погнали вперед на утроенной скорости так устроит пока нет почему а вот строят так как-то 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 как прекрасных молодцы молодцы так водоносы справляются рыбаки справляются с едой все у нас хорошо трое сортировщиков один старьевщик старьевщика одного тоже хватает чтобы разбирать весь мусор нам нужен портной а нам нужен портной сколько у нас до выполнить здания 12 часов еще но они не успеют собрать это сто процентов потому что еще сюда сейчас пойдут ресурсы по-любому поэтому верните нам двоих лесников сделайте нам одного портного и ждем еще пока у нас кто-нибудь из детев повзрослеет кто-нибудь из детей повзрослеет портного мы сейчас вот так они еще смотрите еще разные эти обалдеть еще разную одежду надо производить она из разных ресурсов еще делается копеек капец вот это вот это сложности вот это сложности это у нас что такое это у нас уголь а уголь нужен для производства угольной маски и для производства защитного костюма офигеть то есть это печь она не просто так должна быть жуть какая слушайте обалдеть так это собиратели эти рубить сажать все вперед рубите и сажайте главное не друг друга так один строитель у нас вроде справляется ну ладно я думаю он справится с поставленными задачами так тогда да слушайте тогда нам надо заморачиваться на всех зданиях но опять же мы не можем на всех зданиях заморочиться почему а потому что у нас не хватает взрослых людей у нас не хватает тупо взрослых людей одни дети одни дети которые ну кстати взрослеют более-менее скоро еще двое прибавится у нас ну это опять два голодных рта дополнительных которые станут жрать намного больше чем жрали до этого вот же гады и да здесь уже кстати довольно много пищи накопилось но я хочу все-таки подождать до конца 882 пищи у нас максимум почему бы и не накопить у нас пока пищевого кризиса нет ладно пусть собирает чего он без работы ходит фермер а интересно если кстати посадить и потом убрать фермера он она будет дальше расти ли фермер тут ходит поливает все это дело и так далее сухая почва а ну вот поэтому наверное медленно растет рядом с полями нужно опреснить и ставить мне не опреснить и оруситель оруситель да но это как-нибудь потом у нас сейчас пока очень сильно ограничены ресурсы раститель у нас стоит 30 пластика охереть просто просто охренеть так древесина здесь еще есть рубят они вдвоем все нормально производят древесинки еще более-менее нормально но построим и домино печи как бы все повязки повязки делай повязки потому что на другое пока ресурсов нет до ресурсов нет на другое так что блин ничего пока поделать не можем но надо нужны другие ресурсы значит если нужно критично одежда им нужно значит нужно добывать уголь значит нужно добывать уголь значит мы сто процентов делаем угольную печь делаем угольную печь где-то рядом со складом наверное проще сделать у нас вот здесь промзона да что-то вроде промзоны поэтому пусть она собственно домина печь это угольная пусть она собственно в промзоне и будет вот здесь вот рядом со складом чпуньк прекрасно чем сделали задание не сделали ну и срать надеюсь назад не покарают не заберут же они эти ресурсы она же не обязательно задание так у папа папа и чё такое влажность почвы сухая все равно это она просто потемнело из-за того что ночь а это мы слышим как растет картошка вау чё это не забудьте сохранить игру а ну окей давайте давайте не знаю давайте сохраним почему нет давайте сохраним прикольно но предупреждают типа сохранитесь этого мало ли чё случится это ранний доступ там разные глюки возможны мало ли прогресс потеряете классно эта игра молодец эта игра молодец давайте еще послушаем как растет картошка ну где в какой еще игре вы услышите как растет картоха но серьезно так давайте ускоримся господа ускоримся ускоримся так чё у нас значит вода и еда в достатке вода и еда в достатке древесина так нам ведь на самом деле столько древесины не было нужно это какое-то соревнование конечно задача не выполнена ну так как бы и как бы и пофиг да у нас есть поселенцы без защитной одежды без защитной одежды это плохо наверное я не знаю как это сказывается защита от радиации береги от поселенцев время движения по загрязненным участкам а то есть не обязательно одежда если нет радиоактивной почвы да вот к примеру вот обозначена радиоактивная почва она кстати распространяется а почему дождь может смывает ее и она через какое-то время распространяется да смотрите она растет растет уменьшается растет уменьшается интересно но у нас рядом нет каких-либо радиоактивных зон поэтому я думаю это не особо критично что они пока без одежды так у нас еще двое детей появилась да вы чё блин куда вы рожаете то успокойтесь люди успокойтесь займитесь делом хватит детей делать что за люди вам выживать надо они детей делать так все пошел сбор урожая да да пошел сбор урожая все верно чверно ладно пусть собирает значит с едой сейчас точно проблем не будет окей а что у нас по строительству до господин строитель вы где мать вашу а вот или молодец стоит так вспомнить стоит только вспомнить он сразу приходит в отлично еще поливает прям смысле влажность почвы сухая посмотри наверх дождь а вот влажная отлично прекрасно невероятно а мне интересно кстати как здесь это продумано то есть вот он собирает фермер собирает урожай и он пока вы собирает он растет да он все равно растет да он все равно растет это прикольно а то и правильно а то было бы забавно то было бы очень забавно нажал кнопку собирать урожай он дальше не растет о так отлично у нас появился появился место где мы будем все сжигать своего рода местный крематорий можно будет если что туда трупы скидывать пока у нас кладбище нет нам ресурсы не вариант тратить на кладбище пока ресурсов у нас очень сильно ограниченное количество электронику смотрите стали находить так ты ищи пластик у нас пластик кончается ты ищи ткань а ты ищи а ты ищи что-нибудь еще но чё нам нужно было вот нам нужна была мастерская инструментов мастерская инструментов мы ее тоже поставим вот здесь господин строитель фас господин строитель фас и нам нужна еще одна еще одна еще один пункт переработки который нам будет искать отдельно электронику то есть по одному ресурсу на каждый этот на каждый пункт переработки по моему все логично допустим он стоит вот здесь все отлично нам бы второго строителя бы заиметь бы что там дети 9 детей давайте куда рожаете-то стоять что за люди все дома точно больше не строим сюда у нас влезет еще еще дофига человек еще 16 поэтому нормас они еще могут более-менее рожать а вот дома мы больше ставить не будем пока нам такой такая скорость прироста я думаю без надобности вода куча воды отлично куча воды куча воды с водой у нас проблем нет с едой проблем нет тоже и это отлично это меня радует это меня радует смотрите на у нас уже прям такая это прям такая деревня деревня усиление у нас в отлично у нас появился еще один работничек свободный работничек его сразу в строители кстати смотреть теперь строителей может быть только два а почему 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 так типа что у нас два строения и мы можем назначить только двух строителей да логично наверно так значит ладно пусть строитель будет один он в одного справится нам сто процентов нужен один техник да нам нужен один техник он будет создавать инструменты и а нет 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 инструменты пока есть углежок углежок вы понимаете углежок профессия такая у него в трудовой книжке быть написано чё тебе не нравится ресурс кончился что ли повязка делается за ткань а это у нас вопросик витает над зданием когда кончаются ресурсы все понятно все понятно так отлично это у нас построить это у нас построиться мы будем делать ресурсы мы будем делать инструменты это прекрасно что же давайте на этом сделаем снова небольшой перерыв всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки не забывайте комментировать и увидимся в следующих сериях endzone пока пока